Есть? Отлично. Начинаем? Кто закончит и завершит трансляцию, как обычно? Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о группе инфекционных заболеваний, которые объединены общим названием инфекции дыхательных путей, острые респираторно-вирусные инфекции. Это группа заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем и характеризуются острым поражением в различных отделах респираторного тракта с развитием катаральных симптомов, повышением температуры различной степени выраженности и разной степени выраженности интоксикационного синдрома. Все они вирусные теологии, все они поражают эпители верхних дыхательных путей и сопровождаются синдромом интоксикации. Все передаются аэрогенным путем, и некоторые из них способны вызывать как эпидемии, так и пандемии. Возбудители респираторно-вирусных инфекций встречаются повсеместно, и за счет этого поддерживается спорадическая заболеваемость с ростом заболеваемости в холодное время года. Острых респираторно-вирусных инфекций без катаральных симптомов не бывает. Катаральный синдром, наличие его – это обязательно условие диагноза респираторно-вирусной инфекции. Проявляться он может по-разному. В виде ренита острого – воспаление слизистых оболочек носовой полости. Клинические – это чихание, отделяемая слизи из носа, нарушение затруднения носового дыхания из-за заложенности, и вследствие стекания слизи по задней стенке глотки – рефлекторный кашель. Фаренгит – воспаление слизистой оболочки глотки, характеризуется ощущением першения и сухости в горле, болезненностью при глотании и наличием сухого кашля. Воспаление миндалин, обычно нёбных, бактериальной или вирусной энтеологии, называется танзелитом. Фаренгитеризуется интоксикационным синдромом, увеличением, то есть гипертрофией миндалин за счёт отёка, гиперемией их, гиперемией нёбных дожек, язычка и задней стенки глотки. Налёты могут как быть, так и не быть. То есть и характеризуются болями в горле при глотании. Воспаление гортани с вовлечением в процесс голосовых связок подсвязочного пространства называется ларингитом. Характеризуется осиплостью голоса и наличием сухого лающего, как говорят, как собака лает, кашля. Воспаление слизистой трахеи – трахеид, там тоже сухой кашель, но он более глубокий, чем при ларингите. Чувство соднения, боли, неприятного ощущения за грудиной. Если в процесс вовлекается надгортаник, это, как правило, бывает у детей младшего возраста, то этот процесс называется эпиглотитом. Это достаточно тяжёлое состояние, которое характеризуется высокой лихорадкой, выраженными болями в горле, дисфагией и нарушением дыхания. Поражение бронхов различного диаметра, естественно, называется бронхитом. Вначале сухой, затем влажной кашель с отхождением слизистой, либо уже гнойной мокроты впоследствии. Аскульдативно мы можем услышать рассеянные сухие и влажные хрипы в лёгких. Нижние отделы бронхолёгочной системы перед альвеолами, мелкие бронхи. При их воспалении мы говорим о том, что развился бронхиолит. Эта патология встречается, как правило, у детей первых трёх лет жизни. Характеризуется затруднённым свистящим выдохом, сильной отдышкой. При осмотре мы можем увидеть, что в акте дыхания участвует вспомогательная мускулатура и развивается спастический кашель. Патогенетические механизмы респираторно-вирусных инфекций имеют ряд общих моментов. Это внедрение возбудителя в клетки эпителия дыхательных путей, репродукция его там, затем вирусемия, которая приводит к развитию интоксикационного синдрома и токсико-аллергических реакций, развитию усугубления постепенной воспалительного процесса в дыхательной системе, а затем начинается обратное развитие инфекционного процесса с формированием иммунитета различной степени длительности. Каждый возбудитель респираторно-вирусных инфекций имеет свой трапизм. И в зависимости от того, какой отдел респираторного тракта преимущественно поражается возбудителем и приводит к тому, что в клинике выделяют основные синдромы. При гриппе это эпителий трахеи, соответственно развитие трахеи. При парагриппе гортань ларингит. При аденовирусной инфекции развивается тонзилофаренгит, то есть поражаются и миндалины, и глотка. В процесс могут вовлекаться конъюнктива глаза и может развиваться аденовирусная пневмония. Риновирусная инфекция это чистый ренит. Респираторно-сенситиальный вирус у взрослых дает бронхиты, у детей раннего возраста бронхиолиты. Коронавирусы дают риноваренгиты и бронхиты. Различной степени выраженности. Начнем мы с гриппа. Это антропонозная, то есть болеют только люди. Острая респираторно-вирусная инфекция с аэрогенным механизмом передачи. В клинике преобладают явления интоксикации, трахеид и капилляротоксикоз. Грипп очень часто осложняется. Наиболее часто это пневмония, атиты, реже менингиты, инфекционно-токсический шок. А может давать достаточно высокую летальность в группах риска. Говорят о том, что заболевания гриппом проявляют тайные, скрытые, дремлющие очаги инфекции в организме, вне зависимости от их локализации. То есть человек при гриппе погибает, собственно говоря, от присоединившейся бактериальной флоры. Название грипп произошло от французского слова, которое обозначает нападать, хватать и, в общем-то, характеризует быстрое развитие внезапной болезни. В английском языке грипп называется инфлюенция. Ну, скажи. Самая массовая известная пандемия гриппа, печально известная, длилась с 1918 года, с января по 1920 год. Назвали ее тогда Испанка. Заразилась треть населения планеты, около 550 миллионов человек. Население тогда было значительно меньше, чем сейчас. Летальность была высока, но так как статистику заболеваемости летальности в те смутные годы вели не очень хорошо, то по разным данным считается, что летальность была от 3 до 20% в разных странах, в разных регионах. И о том, сколько человек от Испанки погибло, до сих пор еще идут споры. То есть, ну, в любом случае, это от 40 до 100 миллионов человек. Развитие пандемии Испанки немножко напоминает нынешнюю пандемию коронавирусную. Первая волна была весной-летом 1918 года с относительно небольшим количеством летальных исходов. Летом заболевание практически ушло. И, в общем-то, это было принято за конец пандемии. Однако осенью 1918 года началась вторая волна пандемии с захватом практически всех стран и с очень высокой летальностью. Затем заболеваемость опять снизилась. И в феврале-марте 1919 года началась третья волна, которая тоже отличалась высокой летальностью, но была все-таки ниже. Осенней 1918 года. Постепенно пандемия угасала и в 1920 году полностью прекратилась. Грипп является достаточно выраженной не только медицинской, но и социальной проблемой. Ну, одни пандемии, которые случаются каждые 40-50 лет, чего стоят. Ну, теперь пандемия гриппа по сравнению с нынешней пандемией кажутся, конечно, не такими страшными. А эпидемии гриппа случаются у нас ежегодно, охватывают десятую, а то и пятую часть земного шара с достаточно высокой летальностью, с гибелью от 250 до полумиллиона людей. В 30 случаях грипп приводит к госпитализации, но грипп и его осложнения. Более половины больничных листов в нашей с вами жизни и работе будут связаны с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Не всегда мы можем поставить этиологический фактор в уголову диагноза, но львиную часть из этих больничных листов будет занимать в том числе и грипп. Длительность эпидемии, как правило, составляет около двух месяцев. Ежегодно на лечение гриппа и его осложнений в мире расходуется около 15 миллиардов долларов. Он приводит к увеличению провокации приступов бронхиальной пасмы у взрослых. И у детей летальность составляет от полупроцента до 2,5%. Приведенная смертность во время эпидемии в разных странах от гриппа составляет от 76 до 50-40 случаев на 100 тысяч населения. В группе риска, как и при других заболеваниях респираторно-вирусного тракта, больные с сердечно-сосудистой патологией и с хроническими воспалительными заболеваниями. Вторая, известная после пандемии гриппа испанки, вторая пандемия случилась у нас в 2009-2010 году, когда к нам пришел грипп H1N1, который был назван свинным гриппом. В 2009 году, в марте-апреле, в Мехико пандемия началась, тогда это была эпидемия, а затем в июне Всемирная организация здравоохранения объявила максимальный уровень угрозы пандемии. И год это все тянулось, в августе 2010 года пандемия завершилась. По данным Всемирной организации здравоохранения зафиксировано было около 20 тысяч случаев с летальным исходом. И эта пандемия, этот грипп H1N1 характеризовался тем, что тяжело переносили это заболевание, и умирали лица моложе 65 лет. До 80% погибших от этого гриппа были моложе 65 лет. Грипп вообще впервые был выделен в 1931 году от свиньи, от животного, а в 1933 году от человека. Это РНК, содержащий вирус, который делится на несколько сиротипов А, В и С. В своем составе он содержит нейроминидазу и гемоглютинин. Гемоглютинин определяет степень выраженности интоксикационного синдрома, способен гемолизировать эритроцит и обеспечивает вирусу способность присоединиться к клетке мишени. А нейроминидаза уже способствует проникновению в клетку хозяина и оказывает выраженное иммуносупрессивное действие. С 1981 года циркулирующие штаммы вирусов гриппа кодируются по нейроминидазе и гемоглютинину и месту, где он выделен, серийному номеру и году выделения. Появление новых сирологических вариантов вирусов гриппа и способствует возникновению эпидемии и пандемии. Вирус гриппа мутирует достаточно часто. Он может мутировать с точечными мутациями, тогда мы это называем антигенным дрейфом, а может мутировать достаточно серьезно с полной заменой одного или двух антигенов. И полная замена нескольких антигенов называется антигенным шифтом и, как правило, приводит к пандемии. Потому что случается еще раз, это раз в 40-50 лет, то есть основная часть населения с этим штаммом не сталкивалась и это приводит к резкому всплеску заболеваемости. Характерно это только для вируса гриппа типа А. Вирус гриппа типа Б тоже может дрейфовать, но у него нет полной замены антигенных детерминантов, поэтому для него не характерны пандемии, а эпидемии случаются раз в 10 лет где-то. Вирус гриппа С устойчиво своей структуры не меняет и поэтому поддерживается его постоянная спорадическая заболеваемость. Вирусы гриппа во внешней среде малоустойчивы, при комнатной температуре они живут от 4 до 9 часов. Дезрастворы, ультрафиолетовое излучение, кипячение инактивируют их практически очень быстрое, кипячение практически мгновенно, однако они способны сохраняться при быстром охлаждении. Вирусы гриппа способны размножаться в клетках кишечника птиц, это способствует выделению вируса в воду и при температуре 17 градусов они способны в этой воде сохраняться около 200 дней, при низкой температуре плюс 4 градуса более года. Вот так выглядит вирус гриппа, имея на своей поверхности нейроминидазу. Вот он еще такой красивый, вот он гемоглюзинин и нейроминидаза. Вот все животные, которые могут вовлекаться в эпидемии гриппа, в организме которых вирус как может циркулировать, так и может мутировать, вызывая, собственно говоря, развитие новых пандемий. Как правило, это птицы и свиньи, которые вызывают у нас появление новых вирусов. Возбудитель гриппа распространен повсеместно, заболеваемость растет в холодное время года, источником является больной человек. За сутки до появления в клинике он начинает выделять вирус и становится заразным, заразен он весь катаральный период, как правило, это около пяти дней. При развитии пневмонии вирусно-бактериальной длительность заразного периода удлиняется до 10-14, а возможно и больше. Механизм передачи аэрогены реализуется он воздушно-капельным путем. Гриппу мы восприимчивы все, повсеместно, всеобщая восприимчивость. Еще раз, пандемии случаются достаточно часто, в среднем, наверное, каждые 40 лет, чаще всего из Китая. Иммунитет после перенесенного заболевания недлительный, несколько лет при гриппе типа А и до 6-7 лет при гриппе типа Б. Еще раз, возможно, заражение людей вирусами гриппа от животных, возможен обратный процесс заражения животных гриппом от людей. Учаек, цапель, воробьев, косуль, белок, мышей были выделены различные штаммы вируса гриппа. Тяжелее, чем дикие, болеют домашние животные. Даже киты были обследованы и в 34-40-х годах у китов обнаружили циркуляцию вируса гриппа, но затем этот штамм вируса из человеческой популяции исчез. Вирус гриппа реплицируется в цилиндрическом эпителии. Это, как правило, трахея и верхняя часть бронхиального дерева, вызывая микросы отторжения пораженных клеток. Вирусумия длится около недели. Главным звеном является развитие токсических и токсикоаллергических реакций за счет повреждения сосудистой и нервной системы. Идет большой выброс биологически активных веществ. Нарушается проницаемость капилляров из-за деструкции их стенок. Это способствует развитию отека. Нарушение микроциркуляции приводит к гипоксии и у ряда пациентов развитию ДВС-синдрома, что достаточно грозное и тяжелое осложнение гриппа. Описано токсическое влияние на рецепторы сосудистых сплетений мозга. Поражается вегетативная нервная система. Развиваются дистрофические нарушения в миокарде. Установлено, что антигены вируса гриппа могут сохраняться в лимфоидной ткани до полугода, до 200 дней, а иногда даже более. Роль антигена при гриппе могут играть не только сами вирусы, но и измененные вирусом структуры клеток, и к ним уже синтезируются антитела, что способствует развитию аутоиммунопатологических состояний. Классифицируется грипп по типу вируса А, В, С. Для типа А мы обязательно указываем тип гемаглютинина и нейроминидаза. По течению грипп делится на легкое течение, средней степени тяжести, тяжелая и гипертоксическая молниеносная форма. Редко, но возможны атипичные формы гриппа без лихорадки или без воспаления слизистой верхних дыхательных путей. Инкубационный период при гриппе короткий, в среднем он составляет 1-2 дня. И в клинике гриппа превалирует два основных синдрома. Это интоксикационный и катаральный. Грипп отличается от других респираторно-вирусных инфекций наличием выраженной, тяжело переживаемой пациентом интоксикации. Начало, как правило, острое или острейшее. Больной, в принципе, может назвать не только день, там и утро, вечер или обед, а практически час начала заболевания. То есть человек может выйти утром из дома, чувствуя себя совершенно здоровым. За время часа-полутора-двух, пока он добирается до работы, у него уже может развиться заболевание. И приезжает он уже совершенно больной. То есть человек при гриппе знает, когда началось заболевание. Если больной пациент нам рассказывает, что он заболел вчера, а может быть позавчера, а вроде как и позапозавчера что-то его беспокоило и чувствовал себя не очень хорошо, это не грипп. Быстро повышается температура тела до высоких цифр, до 39-40 градусов Цельсия. При осмотре мы видим покраснение лица, инъекцию сосудов склер. Больные жалуются на выраженную головную боль, особенно в лобных областях, боли в мышцах, мышцах спины, мышцах конечности, разбитости, слабости. Быстро развивается, присоединяется сухой кашель и так называемый сухой ренит. То есть носовое дыхание затруднено из-за заложенности носа, выделения из носа нет или они скудные. Может присоединяться фаренгит и боли в горле. Слезотечение, светобоязнь, чувство жжения в глазах. Многие пациенты жалуются на боли в глазных яблоках при их движении. Такое состояние с высокой лихорадкой продолжается около двух-трех дней. Редко, но даже при неосложненном бактериальной инфекции и гриппе возможно повторное повышение температуры. Со второго-четвертого дня состояние больных постепенно улучшается, ослабевает проявление слабости, снижается интоксикация, но сохраняются и на первый план выходят изменения со стороны органов дыхания. Это сухой лающий кашель с болями за грудиной, с соднением за грудиной. Гипертоксические формы сопровождаются нейротоксикозом, быстрым развитием дыхательной недостаточности, развитием инфекционно-токсического шока у ряда пациентов выраженным геморрагическим синдромом. По тяжелому течению гриппа существуют группы риска. Это лица старше 65 лет, это пациенты с иммунодефицитными состояниями, это либо врожденные иммунодефициты, либо приобретенные типа ВИЧ-инфекции. Это пациенты, получающие цитостатики, пациенты, получающие глюкокортикостероиды постоянные в достаточно больших дозах, пациенты с онкопатологией, лица с хронической бронхолегочной патологией, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз, пациенты с хронической сердечно-сосудистой патологией, особенность она сопровождается сердечной недостаточностью, естественно, пациенты с кахексией, с сахарным диабетом, беременные, маленькие дети и пациенты с гемоглобинопатией. Осложнениями гриппа являются инфекционно-токсический шок, респираторный дистресс-синдром, различные пневмонии, различные степени выраженности, геморрагический синдром с геморрагическим отеком легких, естественно, обострение хронических заболеваний, синдром гиена-барре, у некоторых развивается синдром Рея, это энцефалопатия, жировая дистрофия печени, особенно на фоне приема аспирина. Чаще всего это встречается у детей, поэтому детям аспирин в качестве жаропонижающего препарата не показан. Может развиться ложный круг, может развиться отек мозга и гламиролонефрит. Первичная гриппозная пневмония, так называемый острый геморрагический токсический отек легких, развивается через несколько дней после типичного начала заболевания. Кашель усиливается, у грудной клетки появляются боли, появляется одышка, чувство нехватки воздуха, нарастает тахипное, частота дыхания растет, появляется акроцианоз, затем цианоз, кровохаркание и в тяжелых случаях все это ведет к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Аускультативно мы можем услышать сухие и влажные хрипы в легких. Рентгенологически это интерстициальный двусторонний процесс. Сопровождается это все естественно тяжелая гипоксия. У ослабленных лиц грипп осложняется наслоением бактериальной инфекции. Чаще всего это стрепта и стафилококки, гемофильная палочка. И это ведет к развитию вторичных бактериальных пневмоний. На фоне улучшения самочувствия через неделю где-то от начала заболевания, когда уже снижается интоксикация, падает температура. У некоторых пациентов это вторая, третья неделя болезни может быть. Вроде бы на фоне хорошего самочувствия или значительного улучшения общего самочувствия возвращается выраженная респираторная симптоматика, появляется кашель, возможно гнойная мокротая, отдышка, появляется вторая волна лихорадки. У некоторых пациентов возможны боли в каких-то отделах грудной клетки. Физикально мы видим признаки уплотнения легочной ткани с притуплением при перкуссии, влажными хрипами или крепитацией. Рентгенологически это инфильтративная пневмония, полисегментарная либо долевая. Стафилококковые бактериальные пневмонии могут ввести к деструкции легочной ткани. Синдром Рея, еще раз, это острая энцефалопатия на фоне отека мозга и жировой инфильтрации чаще всего печени. Возникает у детей от 2 до 18 лет на фоне вирусной инфекции и приема салицилатов от стилсалициловой кислоты аспирина. В основе развития этого состояния лежит генерализованное повреждение митохондрии. Клинически проявляются рвоты, острым нарушением сознания вплоть до комы, гипербилирубинемии, повышением аланинаминотрансферазы и АСТ и приводит к достаточно высокой летальности до 80%. Воспалительное полирадикулоневропатия развивающаяся на фоне инфекционных наших респираторных заболеваний называется синдромом гиенобарре. Внезапное развитие слабости мышц нижних конечностей, затем постепенно вовлекаются другие мышцы по типу вялых параличей, все это носит восходящий характер. Появляются бульбарные расстройства с парезом мышц лица и ротоглотки. У 10% пациентов может случиться паралич дыхательной мускулатуры, теряется чувствительность по типу носков и перчаток, утрачиваются, снижаются, потом пропадают сухожильные рефлексы и присоединяются к этому вегетативные расстройства, аритмия, изменение артериального давления и другие. У беременных грипп тоже мы говорили о том, что беременные входят в группу риска по тяжелому течению гриппа. Почему? Во-первых, у беременных относительно иммуносепрессия развивается, это раз. Во-вторых, из-за снижения дыхательной экскурсии уменьшается общий объем легких, повышается частота дыхательных движений, соответственно, беременные более восприимчиво получаются к любым респираторным инфекциям. У беременных развивается компенсированный респираторный онкалоз около 50% беременных в третьем триместре из-за высокого состояния диафрагмы регистрируют у себя одышку, что тоже способствует застою развитию пневмонии. И 20% беременных при заболевании требуется респираторная поддержка. Диагностика гриппа. Вирусологическое исследование с выращиванием возбудителя на культуре клеток или курином эмбрионе носит академический характер и в клинике не используется. А вот полимеразная цепная реакция исследования мазков слизистой для поиска вируса, РНК-вируса и, собственно, его антигенов используются очень широко. Используется иммуноферментная анализ иммунохроматографический. Это экспресс-диагностика, когда мы, сделав мазок из носоглотки, споласкиваем палочку, которую брали мазок в физрастворе, капаем на полоску и можем обнаружить наличие, вернее, появление у нас полосок красного или появляется контрольная полоска и при появлении второй полоски мы можем говорить о том, что в исследуемом материале содержится антигены вируса гриппа. Используется рентгенография легких при необходимости посев и микроскопия мокроты, если мы подозреваем пациентов при соединении вторичной флоры. Естественно, в общем анализе крови мы можем увидеть типичные изменения. В первые сутки лейкоцитоз, а в вторых суток, как и при других вирусных инфекциях, лейкопения, лимфопения. В кагулограмме изменения при гриппе видны только при развитии геморрагического синдрома. Лечение гриппа включает в себя как и теотропное, так и патогенетическое, симптоматическое. Это жаропонижающее, обезболивающее, отпаркивающее. А этиотропное лечение гриппа это препараты прямого противовирусного действия, используются достаточно хорошо и в 2009-2010 году тоже широко используются. Сейчас чуть попозже до них доберемся. Профилактика есть как специфическая вакцинация, которая проводится ежегодно, так и неспецифическая. При подозрении на грипп и ОРВИ госпитализируются взрослые пациенты с тяжелым течением гриппа. Это слабость, заторможенность, с нарушением сознания, судорогами, с частотой дыхания более 20 в минуту, рвота и, соответственно, развивающаяся дегидратация, неоккупирующаяся лихорадка свыше 38,5 градусов Цельсия, присоединение пневмонии является показанием для госпитализации, беременные с подозрением на грипп должны быть госпитализированы даже при течении гриппа средней степени тяжести и желательно по возможности естественно госпитализировать пациентов, которые принадлежат к другим группам риска. Лечение включает в себя полупостельный режим, обильное питье, жаропонижающее в стандартных дозировках. Назначаются они при температуре свыше 38,5 градусов Цельсия, естественно, людям, которые плохо переносят гипертермию, либо детям, у которых были фибрильные судороги в анамнезе. Лихорадка начинает необходимо снижать температуру при менее выраженных цифрах. Парацетамол назначается в суточной дозе 60 мг на килограмм в 4-6 приема. У взрослых крайне эффективен очень действительно сочетание парацетамола с обупрофеном. Применяется симптоматическая терапия ринита, паренгита, трахиита и другие. Этиотропная терапия гриппа на первом месте стоит ингибитор нейроминидазы. Это действительно эффективные препараты для лечения и профилактики гриппа. Для профилактики их использовать не очень рекомендуется, а для лечения да. Особенно для гриппа типа H1N1. Это азельтамивир. Это действующее вещество, коммерческое название ТАМИФЛЮ. Возможно для профилактики использовать 75 мг 1 раз в сутки 5 дней, но это если у нас есть доказанный близкий контакт с человеком, заболевшим гриппом. Для лечения используется 75 мг 2 раза в сутки 5 дней. При развитии пневмонии возможно увеличение дозы до 150 мг 2 раза в сутки и длительностью до 10 дней. Реленза зонамивир в ингаляционной форме может использоваться тоже как для профилактики, так и для лечения. Лечение ингибиторами нейроминидазы должно начинаться как можно быстрее в первые сутки, в первые максимум 36 часов от начала заболевания. Тогда эта терапия будет максимально эффективна. Начинать лечить грипп ингибиторами нейроминидазы на третьи сутки заболевания не имеет смысла. Ремонтадин возможно его применение для профилактики сезонного гриппа, но он мало эффективен против высокопатогенных штаммов типа А. Тамифлю как действует? Азельтамиюр он проникает в клетку организма и блокирует действие нейроминидазы в клетке. Соответственно предотвращает размножение вируса. Поэтому и назначать его нужно как можно раньше. Есть в России зарегистрирован препарат для лечения гриппа и других ОРВИ, который называется ингавирин. Производитель утверждает, что он имеет прямое противовирусное действие, подавляет продукцию провоспалительных цитокинов, не обладает никаким эмбриотоксическим действием, никак не метаболизируется, не связывается с другими белками, не токсичен. Просто прекрасный препарат. Как препарат для лечения гриппа типа А, допустим, H1N1, ингавирин, наверное, слабоват. Но чем он хорош? У него противовирусное действие не только против гриппа, но и против других респираторных вирусов. грипп типа А и Б, производитель утверждает, что он эффективен при аденовирусе, респираторно-сенситиальном вирусе, то есть, в принципе, если азельтамивир мы начинаем принимать только когда диагноз грипп у нас достаточно убедителен, то ингавирин можно начинать принимать при признаках любых других респираторно-вирусных инфекций. Орбидол, интраназальные интерфероны, оксалиновая мазь и все остальное тоже имеют место, но особого выраженного влияния на течение респираторно-вирусных инфекций не оказывают. Для того, чтобы предотвратить риск передачи инфекции, больной должен быть максимально изолирован, если он у нас негоспитализирован в инфекционный стационар, больные родственники должны быть защищены применением масок и респираторов, теперь это уже наша обыденная жизнь, соблюдение правил личной гигиены, минимум визитов и регулярное проветривание комнат и влажная уборка позволяют, конечно, снизить риски заражения. Существует специфическая профилактика гриппа, это вакцинация, вакцин три типа, цельновириольные, сплит вакцины и поверхностно-антигенные вакцины, как правило, содержат три штамма, два штамма типа А и один штамм вируса гриппа типа Б, защита формируется в течение нескольких недель, в среднем 10-14 дней от момента вакцинации должно пройти, для того, чтобы сформировался достаточный уровень антител. В первую очередь вакцинироваться вакцинация должна проводиться осенью, до начала эпидсезона. Вакцинируются медицинские работники, пациенты группы риска. Вакцинация не противопоказана беременным и во втором и даже в третьем триместре оптимальное время для нашей страны для вакцинации это с октября где-то посередину ноября на долю парагриппа приходится где-то от 10 до 20 процентов всех заболевших у РСМ. Он характеризуется умеренным интоксикационным синдромом, поражением эпителия верхних дыхательных путей в большей степени гортани. Встречается повсеместно с подъемом заболеваемости в виде эпидемии где-то каждые несколько лет. Веремия вирусемия при парагриппе кратковременная капилляротоксикоз не развивается инкубационный период короткий несколько дней начало вот здесь постепенное ларингит редко реже бронхит и бронхиолит лающий кашель иногда насморк боли в горле лихорадка и чем младше дети тем выражнее лихорадка у детей парагрипп часто дает осложнение в виде ложного крупа у ряда пациентов мы можем отметить шейные лимфодениты и конъюнктивиты ложный круп у детей чаще всего развивается на фоне парагриппа ночью но существуют некоторые предвестники осиплость голоса постепенно увеличивается ребенок становится вялым и вот на этом фоне когда почему ночью ребенок ложится спать и нарастает отек гортани и подслизистой гортани и голосовых связок на фоне этого развивается ложный круг для диагностики парагриппа используются вирусологические иммунологические методы лечения парагриппа симптоматической никаких прямых противовирусных препаратов не изобретено аденовирусная инфекция вызывает поражение лимфоидной ткани слизистых верхних дыхательных путей и кишечника интоксикация при аденовирусной инфекции выражена умеренно невзирая на то что лихорадка может достигать достаточно высоких цифр 38 38 но при этом человек себя чувствует достаточно хорошо возбудитель аденовирусной инфекции это ДНК содержащий вирус вот он высокоустойчив к низким температурам и хорошо и долго достаточно сохраняется при комнатной температуре до двух недель это антропоноз в отличие от других респираторно-вирусных инфекций заражение аденовируса может идти двумя путями аэрогенным и фекально-оральным потому что выделяется он как с секретом из верхних дыхательных путей так и с фекалиями инкубационный период длительнее чем при гриппе и парагриппе около недели может протекать в виде респираторного заболевания с ренитом фарингитом танзелитом существует такая форма как фаринг конъюнктивальная лихорадка с развитием конъюнктивита как правило пленчатого одностороннего может развиться аденовирусная пневмония у ряда взрослых пациентов отчащего детей поражается желудочно-кишечный тракт с развитием диареи болями в животе увеличением печени селезенки осложнения связаны с присоединением вторичной флоры лечение также симптоматическое дети с аденовирусной инфекцией респираторно-сенситиальная инфекция у взрослых характеризуется умеренно выраженной интоксикацией и преимущественным поражением нижних отделов дыхательных путей вирус не стояк в окружающей среде болеет тяжелой преимущественно дети младшего возраста у взрослых рс-инфекция протекает легко путь передачи заболевания эрогенной как правило к двум годам жизни дети перенесли рс-инфекцию в той или иной степени тяжести поражаются мелкие бронхи развивается кашель который постепенно усиливается с усилением одышки с цианозом с появлением резко выраженного тохипноя возможно развитие апноя на этом фоне развиваются признаки интерстициальной пневмонии и рс-инфекция дает достаточно высокую летальность у детей младшего возраста до 2% лечение а также симптоматическое ну самая пожалуй доброкачественная из всех респираторно-вирусных инфекций это риновирусная инфекция которая характеризуется поражением эпителия носа интоксикации при ней ну пишут что слабая можно сказать практически нет но качество жизни снижается значительно потому что заложенность носа чихание и обильное обильнейшее отделение отделяемое из носа с первых часов заболевания у некоторых детей описано на фоне риновирусной инфекции даже развитие обезвоживания может быть охриплость голоса кашель преимущественно рефлекторный за счет того что вот это обильное носовое отделяемое начинает стекать по задней стенке риновирусная инфекция передается легко таким путем как контактный источником является больной человек поэтому при подозрении на риновирусную инфекцию смена носовых платков и частое мытье рук предотвращает или уменьшает риск заражения контактных лиц но было бы неправильно рассказывая и говоря о респираторно-вирусных инфекциях не поговорить о нашей новой последней проблеме которая называется коронавирусная инфекция коронавирусы впервые стали угрожать человечеству циркулируют они давно и постоянно в 2002 году в 37 странах было зарегистрировано около 8 тысяч случаев заболевания которые назвали SARS 775 человек 74 человека из этих 8 тысяч погибло 2 года SARS регистрировалось в человеческой популяции и внезапно исчезло с 2004 года новых случаев по всему миру заболевания вызванного коронавирусом которое мы тогда назвали SARS не регистрируются в 2012 году появился новый коронавирус заболевания которое он вызывает назвали MERS 2494 случая зарегистрировано в этом году уже по-моему 4 случая на Аравийском полуострове тоже зарегистрированы летальность у этого заболевания выше то есть около 30% где-то он продолжает циркулировать до сих пор и в основном все случаи заболевания связаны географически ассоциированы с Аравийским полуостровом кстати говоря по поводу MERS споры идут считается что он связан с верблюдами которые живут на Аравийском полуострове вначале считалось что он не передается от человека к человеку но сейчас уже говорят что при близком контакте заражение все-таки возможно а в 2019 году коронавирусы преподнесли нам новый сюрприз в китайском городе Ухань в конце декабря 2009 года началась вспышка коронавирусной инфекции и 31 декабря власти Китая всемирную организацию здравоохранения о том что не все ладно в Датском королевстве проинформировали речь шла о вспышке какой-то неизвестной пневмонии 22 января как вы помните это было достаточно недавно Ухань была закрыта на карантин на полный строжайший карантин с 24 января закрыты прилегающие городские округа ограничены въезды выезды из городов запрещен выход населения из дома их выпускали один раз в несколько дней по пропуску только до магазина за продуктами и в феврале 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии COVID-19 считается что это предположительно какой-то рекоменантный вирус между коронавирусом летучих мышей и какой-то неизвестным по происхождению коронавирусом как не старалась всемирная организация здравоохранения какие бы расследования не проводились и в городе Ухань на этом рынке животных морепродуктов но первоначальный источник инфекции так и не был установлен до сих пор когда начиналась эпидемия в Китае в январе прошлого года значение ей особого никто не передал и если вы помните и руководство нашей Минздрава и Роспотребнадзора и Соединенных Штатах Америки говорили о том что даже если завоз единичных случаев новой болезни в страну произойдет то это не приведет к каким-то масштабным вспышкам и развитию дальнейшего заболевания забеспокоили все в марте феврале наверное марте прошлого года когда пошел резкий всплеск заболеваемости в Италии и как вы помните 21 марта прошлого года нас всех закрыли на строгий карантин предсказания себя не оправдали на вчерашний день в мире зарегистрировано около 130 миллионов зараженных почти 3 миллиона людей погибло от новой коронавирусной инфекции ну вот около 105 миллионов выздоровело остальные еще продолжают болеть вот эта статистика по миру на вчерашний день на 1 апреля Россия входит в первую пятерку стран с наибольшим количеством заболевших первые пациенты больные в России были зарегистрированы 31 января 2020 года это были оба человека оба заболевших граждане Китая в Тюмени и Чите на вчерашний день за год чуть больше на территории Российской Федерации было проведено более 120 миллионов тестов выявлено более 4,5 миллионов случаев за последние сутки за вчерашний день выявлено около 9169 человек и почти 100 тысяч человек за последний год погибли в Крыму на сегодняшний день уже зарегистрировано 37 тысяч 790 больных 78 человек за последние сутки на вчерашний день погибло 6 человек от новой коронавирусной инфекции и в данный момент стационарное лечение получают 1357 человек это по на койках развернутых для коронавирусной инфекции и пневмонии и амбулаторное лечение 241 если вы посмотрите на статистику последних дней то количество амбулаторных пациентов постепенно уменьшается а количество пациентов на стационарном лечении потихоньку все-таки растет 60 70 80 человек госпитализировано за последние сутки вот так вот выглядит динамика выявленных случаев заболевания в российской федерации с марта прошлого года по апрель нынешнего вот динамика выявлений ежесуточных то есть максимальное это было у нас конец декабря вот видите самое тяжелое это конец ноября декабрь месяц затем идет постепенное снижение числа регистрируемых случаях но эпидемиологи предупреждают о том что третья волна коронавирусная инфекция не за горами вполне вероятно в марте в апреле в мае в российской федерации опять будет зарегистрировано повышение заболеваемости ну в Крыму говорить о третьей волне не приходится потому что мы как-то миновали первую волну прошлой весной в общем-то волна у нас началась только с осени этого года поэтому если у нас пойдет рост заболеваний у нас это будет не третья волна наверное вторая вот регионы с наибольшим числом заболевших по российской федерации в Крыму первый случай зарегистрирован 21 марта 2020 года это был житель Евпатории который привез вирус из-за граничной туристической поездки во Франции на сегодняшний день вот так вот выглядит статистика по коронавирусной инфекции в Крыму не очень у нас все хорошо потому что в Крыму летальность от коронавирусной инфекции выше чем в среднем по России почти в полтора раза и в среднем в Крыму на тысячу зараженных умирает 29 человек в других регионах России 22 человека то есть у нас летальность все-таки чуть выше коронавирусы это вообще большая группа большое семейство РНК содержащих вирусов которые как и вирус гриппа могут инфицировать не только человека но и животных и животные для этого семейства вирусов являются естественными хозяевами кстати говоря в России в первая страна в мире Российская Федерация недавно зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции для животных по-моему вот вчера или позавчера коронавирусы вызывают целый ряд заболеваний которые протекают в виде легких форм респираторно-вирусных инфекций и со всеми промежуточными вариантами вплоть до тяжелого острого респираторного синдрома круглогодично в структуре ОРВИ отмечаются циркуляция четырех сезонных коронавирусов вирусы вызывающие SARS MERS и SARS-CoV-2 наш COVID отнесены ко второй группой патогенности это одноцепочечные вирусы с одноцепочечной РНК для них как и для всех РНК содержащих вирусов характерно появление быстрое появление мутации это типично для этих вирусов и генетический анализ вирусов вызывающих COVID позволил выделить отдельные генетические группы возбудителя часто связанные с его циркуляцией в каких-то определенных географических областях мира все вы слышали появился британский штамп появился южноафриканский появился бразильский то есть секвенирование генома вирусов позволяет постоянно отслеживать мутации и выделять новые варианты ну я думаю что мы не будем останавливаться на генетических клайдах коронавирусов но вы должны помнить о том что точечные мутации в геноме коронавируса постоянно накапливаются постоянно продолжаются и собственно вызывают появление новых вариантов возбудителя какими они будут сказать сложно в начале говорили о том что мутация коронавируса приведет к тому что он станет возможно более заразным но так сказать менее патогенным заболеваемость будет достаточно высока но будет протекать как сезонный респираторно-вирусная инфекция в легкой форме с низкой летальностью но так ли это пока неизвестно пока точно доказано что новые штаммы например британский штамм более заразен но убедительных данных о том что он приводит к более тяжелому течению и больше летальности пока нет в нашей жизни и работе мы руководствуемся на данный момент методическими рекомендациями Минздрава от февраля месяца это уже десятая временная методическая рекомендация очень интересно смотреть как изменялся подход к лечению и к диагностике коронавирусной инфекции от первых до десятых версий методических рекомендаций хотя и сейчас в методических рекомендациях присутствуют достаточно спорные вещи что мы знаем на данный момент о вирусе он достаточно жизнеспособен достаточно устойчив он в высушенном виде может сохраняться на объектах окружающей среды до трех суток в жидкой среде до недели насколько патогенные эти сохраняющиеся в высушенном виде вирусные частицы сказать сложно таких исследований пока не проводилось но по крайней мере в течение трех суток методом пациент мы можем обнаружить вирусные частицы на поверхностях каких-то предметов при температуре плюс 4 он ее достаточно хорошо переносит он сохраняет свою жизнеспособность и способность к заражению более двух недель при температуре 37 градусов цельсия он погибает в течение дня при 56 градусах в течение 45 минут достаточно устойчив к относительно будем говорить устойчив к ультрафиолетовому облучению поэтому мечты о том что коронавирус исчезнет с появлением тепла и жары к сожалению вот как вы видите в прошлом году не оправдались рост заболеваемости у нас начался в августе и в сентябре в Крыму когда было достаточно тепло было много ультрафиолетового облучения входными воротами для возбудителя являются эпители верхних дыхательных путей и эпители ациты желудка и кишечника вирус проникает в клетки мишени которые имеют на своей поверхности рецепторы ангиотензин превращающего фермента второго типа они экспрессированы на клетках дыхательной системы на клетках пищевода кишечника сердца надпочечника мозга на некоторых на клетках эндотелия и макрофагов в начале эпидемии говорили о том что люди которые принимают в качестве терапии артериальной гипертензии некоторые препараты я прошу прощения возможно будут чаще заболевать данным вирусом потому что у них нарастет количество рецепторов АПФ2 но эти данные не подтвердились и сейчас рекомендация говорится о том что если люди принимали ингибиторы АПФ2 с целью лечения то они должны продолжать принимать их и дальше на риск и тяжесть течения коронавирусной инфекции это не оказывает никакого влияния белки вируса были обнаружены в цитоплазме эпителиальных клеток слюных желез желудка мочевыводящих путей даже в слезной жидкости но самая основная и самая быстро достижимая цель вируса это альвеолярные клетки доказано специфическое поражение сосудов эндотелия миокарда и почек при коронавирусной инфекции все вы уже наслышаны о том что у части пациентов через 3-4 дня может развиться изменение обоняния со снижением либо вплоть до полного исчезновения обоняния анасмия это может свидетельствовать как о поражении центральной нервной системы вирусом который может проникать через пластинку решетчатые кости в головной мозг ну считается что нельзя исключать вирусное поражение клеток слизистой оболочки носа при этом сейчас говорят о том что у тех пациентов у которых обоняние восстановилось быстро скорее всего оно было вызвано отсутствие обоняния поражением клеток слизистой носа при проникновении в ЦНС вот это отсутствие обоняния более длительное и некоторые больные говорят о том что после выздоровления через несколько месяцев обоняние восстанавливается но извращается наверное то есть те запахи которые раньше человек переносил нормально становятся по его субъективным ощущениям более резкими и неприятными тяжелые критические формы коронавирусной инфекции обусловлены развитием состояния которое можно назвать цитокиновым штормом но его разновидность когда развивается патологическая активация иммунитета идет полная разрегуляция синтеза цитокинов и хемокинов и это приводит к цитокиновому шторму и зачастую летальному исходу развивается воскулярная дисфункция кагулопатия тромбозы о которых вы тоже все наслышаны развивается острый респираторный дистресс синдром полиорганная недостаточность собственно говоря это то и есть причина летального исхода специфическая вирусная или опосредованная аутоиммунная или вызванная дисбалансом хемокинов поражение эндотелия было названо эндотелиитом и это основа для микроангиопатии которая развивается в легких реже в других органах и характерна для коронавирусной инфекции надо отметить что поражение как легких так и других органов при коронавирусной инфекции развивается без присоединения бактериальной или микотической суперинфекции все эти изменения в легких которые мы видим при рентгенографии либо при проведении компьютерной томографии обусловлены поражением эндотелия развитиям микротромбозов кагулопатии и всего остального и не свидетельствует о том что присоединилась бактериальная инфекция это очень важно и об этом нужно помнить потому что до сих пор люди с коронавирусной инфекцией при подозрении на коронавирусную инфекцию у нас население очень продвинутое начинают принимать антибактериальные препараты с первых дней заболевания в неконтролируемых дозах и в совершенно страшных сочетаниях что в общем-то вызывает большую настороженность и во всем мире уже говорят о том что коронавирусную инфекцию мы рано или поздно дешево или дорого но каким-то образом победим расхлебывать последствия бесконтрольного применения антибактериальных препаратов в огромных дозах мы будем еще долго и до этого отмечался рост антибиотикорезистентных штаммов но теперь прогнозируется резкий всплеск появления этих антибиотикорезистентных штаммов и соответственно бактериальные пневмонии после окончания этой пандемии станут более резистентными к нашей терапии бактериальная суперинфекция развивается у третьих пациентов в основном на фоне длительной искусственной вентиляции легких источником инфекции при коронавирусе является больной человек человек находящийся в инкубационном периоде за несколько дней до появления клинической симптоматики а начало заболевания еще при коронавирусной инфекции неострое постепенное поэтому эти люди так и опасно не знают что они больны ну и естественно бессимптомные носители коронавируса как и при других заболеваниях тоже являются источниками инфекции максимальное выделение вируса у человека отмечено в последние два дня инкубационного периода и в первые дни заболевания передается он воздушно-капельным воздушно-пылевым и контактным путем однако все-таки ведущим является воздушно-капель но он реализуется при кашле чихании разговоре на достаточно близком расстоянии хотя расстояние два метра сложно назвать близким но по крайней мере отсюда и все эти разговоры о социальной дистанции в полтора метра чем дальше мы стоим от больного человека тем меньше вирусных частиц попадает на слизистую наших верхних дыхательных путей а тяжесть течения при коронавирусной инфекции напрямую связана с дозой возбудителя которая попадает в организм заболевание это доза зависимая возможно реализация контактного пути при рукопожатиях или каком-то непосредственном контакте с инфицированным человеком а потом предметы руки контаминированные вирусом мы то есть вирус не проникает через неповрежденную кожу пальцев рук но в среднем в течение часа свое лицо глаза слизистую глаз человек трогает около 20-40 раз бесконтрольно совершенно поэтому попадание вируса на руки приводит к тому что он может попасть на слизистую верхних дыхательных путей вольно или невольно мы это делаем не исключен фекально-оральный механизм передачи вируса инкубационный период минимальный двое суток максимальный 14 суток описаны случаи редкого инкубационного периода до 28 суток в среднем он составляет 5-7 суток до 90% пациентов в исследованиях мировых заболели через 5,2 дня после контакта с больным характеризуется лихорадкой сухим кашлем присоединением к развитию отдышки утомляемостью слабостью резко выраженной слабостью даже на фоне нормальной температуры и невыраженной интоксикации больные жалуются на резкую слабость чувством неприятной заложенности в грудной клетке невозможностью глубоко вдохнуть болями в горле сухим как правило ренитом ренария не характерна для коронавирусной инфекции снижением или исчезновением обоняния у некоторых пациентов исчезает или извращается вкус у небольшого процента лиц отмечаются признаки конъюнктивита к 6-8 дню от момента инфицирования развивается наиболее тяжелая одышка наиболее тяжелое состояние среди первых симптомов могут быть миалгия спутанность сознания головные боли но наверное не у 8 процентов а у большего процента пациентов у некоторых пациентов хровохархания диарея тошнота рвота даже при отсутствии повышения температуры тела в дебюте инфекции можем все это наблюдать клинически коронавирусная инфекция протекает в виде поражения только верхних отделов дыхательных путей это легкое течение иногда пациенты даже не обращаются за медицинской помощью протекает как обычная наша привычная респираторно-вирусная инфекция возможно развитие пневмонии без дыхательной недостаточности и даже без клинического клинически значимых симптомов когда только при проведении КТ у пациента мы можем обнаружить матовое стекло 10% поражения легких 15% поражения легких у пациента нет ни одышки ни чувства нехватки воздуха у него нормальная сатурация то есть дыхательная недостаточность не развивается возможно пневмония развития с дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс синдромом возможно течение заболевания по типу инфекционно-токсического септического шока ДВС синдрома тромбозов и тромбоэмболий снижение насыщенности крови кислородом сатурация снижение сатурации развивается у где-то третий пациента легкое течение коронавирусной инфекции характеризуется лихорадкой ниже 38 градусов Цельсия кашель слабость боли в горле и в принципе все вот это клиника респираторной вирусной инфекции при средне тяжелом течении лихорадка выше 38 градусов растет частота дыхательных движений свыше 22 в минуту человек замечает у себя отдышку при физических нагрузках на КТ мы можем увидеть типичные поражения в объеме КТ1 КТ2 10 15 20 процентов поражения легких снижается сатурация ниже 95 растет реактивный белок при тяжелом течении выраженная дышка свыше 30 в минуту снижается сатурация снижается уровень сознания появляются признаки нарушения гемодинамики снижения артериального давления снижается диурез и здесь уже выраженные изменения при проведении КТ в легких при крайне тяжелом течении отмечается стойкая лихорадка признаки респираторного дистресс синдрома развитие острой дыхательной недостаточностью с резкой необходимостью респираторной поддержки вплоть до проведения искусственной вентиляции легких часто присоединяется септический шок и полиорганная недостаточность у 50% инфицированных заболевания протекает бессимптомно у 80% пациентов даже с наличием клинических симптомов коронавирусная инфекция протекает легко в форме респираторной вирусной инфекции многие из них даже не обращаются за медицинской помощью даже не проходят специфического обследования не зная о том что у них коронавирусная инфекция поэтому когда мы начинаем лечить таких пациентов необходимо помнить о том что разговоры у меня трое соседей с первого дня начали принимать антибиотики и у них заболевание не превратилось в тяжелую форму говорят не о пользе антибактериальных препаратов а говорят о том что это люди и так попадали 80% лиц у которых заболевание протекло протекает легко и без осложнений описаны поражения кожи при коронавирусной инфекции они различны в виде ангиитов в виде папулоскламозных элементов кори подобной сыпи возможно папуловедикулярные высыпания токсикодермии крапивницы они не сильно напрямую связаны с коронавирусной инфекцией а больше развиваются как ответ организма на введение определенных лекарственных препаратов ну и естественно артифициальные поражения трофические изменения ткани лица в основном при промпозиции длительной у пожилых пациентов или старческого возраста течение коронавирусной инфекции несколько отличается у них может быть отсутствие лихорадки и кашля из-за сниженной реактивностью и у пожилых и старших людей старшего возраста дебют коронавирусной инфекции может ознаменоваться развитием делирия бреда и нарушения сознания лабораторные диагностики используются естественно общий анализ крови как правило там нормальное число лейкоцитов у третьих пациентов лейкопения лимфопения как при других вирусных инфекциях умеренная тромбоцитопения биохимический анализ крови даст нам представление о наличии каких-то органных дисфункций декомпенсаций имеющихся уже заболеваний или о развитии осложнений цирреактивный белок это основной маркер активности процессов легких и его повышение напрямую коррелирует с объемом поражение легочной ткани уровень цирреактивного белка учитывается при начале противовирусной терапии у подавляющего большинства больных с коронавирусной инфекцией прокальцитонин находится в пределах нормы а вот когда мы видим его повышение мы можем говорить о том что у нас присоединилась бактериальная инфекция и чем выше уровень прокальцитонина тем тяжелее течение этой бактериальной инфекции распространенность воспалительной инфильтрации обязательно делается коагулограмма как стандартного состава с АЧТВ с протромбированным временем с фибриногеном так и определение дидимеров нужно помнить о том что более высокие уровни дидимеров в норме отмечаются у лиц старше 50 лет и у беременных ориентироваться на высокий уровень дидимеров у беременных нельзя в каких-то прогностических критериях хотя дидимер является одним из прогностических лабораторных маркеров течения тяжести течения заболевания это дидимеры уровень ЦРБ и астрофазовый такой белок ферритин при неблагоприятном течении заболевания его уровень увеличивается ну и помечтать при развитии респираторного дистресс синдрома раз в два дня необходимо определять уровень интерлекина 6 дидимеры ферритин фибриноген циреактивный белок слава богу это то что есть у нас во всех лабораториях а вот уровень интерлекина 6 конечно проблемно активация макрофага прогрессирующая вот эта которая собственно и дает нам тяжелое течение коронавирусной инфекции характеризуется цитопении резким возрастанием уровня ферритина циреактивного белка ланинаминотрансферазы гипервоспаление может манифестировать панцитопении кагулопатии и развитием гепатита повышения лдг аминотрансфераз резким сыворотки крови это те признаки при наличии которых мы можем говорить о том что заболевание вероятнее всего будет протекать тяжело или уже имеет тяжелое течение ну про кальцитоним мы уже сказали этиологически для того чтобы подтвердить коронавирусную инфекцию проводится полимеразно-цепная реакция выделения рНК коронавируса в мазках из носоглотки из экспресс-тестов это выявление антигена иммуно-хроматографическим методом выявление иммуноглобулина класса А, М и G но в основном это иммуноглобулины класса М и G они появляются где-то на седьмые сутки от начала заражения не от начала заболевания а от начала заражения сохраняются около двух месяцев затем постепенно снижаются а где-то с третьей недели от момента заражения в крови пациента мы можем определить иммуноглобулины класса G в методом полимеразной цепной реакции в обязательном порядке обследуется группа ЛИС ну в том числе лица с диагнозом внебольничная пневмония лица старше 65 лет с любой респираторной симптоматикой обратившиеся за медицинской помощью ну и все эти организованные коллективы прибывшие само собой медицинская организация которая выявила случай заболевания коронавирусной инфекцией в том числе подозрительной вносят в обязательном порядке информацию о нем в специальный информационный ресурс тестирование на антитела используется как дополнительный метод диагностики особенно если нет возможности провести полимеразную цепную реакцию для выявления РНК вируса для выявления ЛИС перенесших бессимптомную форму инфекции либо перенесших какую-то респираторно-вирусную инфекцию ранее для того чтобы подтвердить что это была коронавирусная инфекция ну и для оценки уровня популяционного иммунитета достижение которого 60-70% по прогнозам прекратит нам пандемию коронавирусной инфекции ну до уровня популяционного иммунитета в 60-70% с нынешними темпами вакцинации нам еще жить и жить инструментальные диагностики используются ну определение сатурации пульсоксиметрия КТ легких рентгенография легких ультразвуковое исследование легких лучевая диагностика используется для выявления ковид-пневмонии осложнений осложнений и диагностики с другой патологией легких также для определения степени выраженности динамики изменений на фоне проводимой нами терапии у пациентов рентгенография стандартная первые дни заболевания практически не имеет никакой диагностической ценности не применяется для диагностики где-то с 8-10 дня рентгенография легких может показать нам какие-то возможные изменения а вот компьютерная томограмма да это высокочувствительный метод который выявляет изменения легких даже у пациентов с бессимптомными или легкими формами заболевания пациентов которым госпитализация не требуется и собственно говоря эти результаты имеющихся изменений в легких поражение там 5 6 3 8 процентов легких не влияют никак не должны влиять на нашу тактику лечения прогноз заболевания если у нас есть лабораторное подтверждение и определенная клиническая симптоматика поэтому массовое применение компьютерной томографии для скрининга легких форм болезни не рекомендовано хотя если вы помните осень только ленивый не сделал себе компьютерную томограмму один раз а то и два а то и три при любом чихе лихорадки свыше 37 градусов и покашливанием однако отсутствие изменений при компьютерной томографии не позволяет нам исключить наличие ковид и возможность развития пневмонии вот так вот выглядит уплотнение легочной ткани по типу матового стекла это типичная картина коронавирусной инфекции возможно возможно проведение узи легких но распространенность изменений данные узи не позволяют нам оценить поэтому практически не используются для диагностики не чаще чем раз в неделю проводится повторная компьютерная томография для оценки динамики процесса дифференцируется коронавирусная инфекция со всеми другими респираторно-вирусными инфекциями с бактериальными пневмониями с туберкулезом госпитализации подлежат пациенты с установленным диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию в состоянии средней тяжести тяжелом и крайне тяжелом состоянии однако если мы можем обеспечить адекватную медицинскую помощь пациенту средней степени тяжести на дому то мы имеем право его не госпитализировать к сожалению за весь год человечество так и не придумало ничего достойного для лечения коронавирусной инфекции нету однозначных данных об эффективности или неэффективности препаратов и их групп единственное пожалуй что уже не подлежит сомнению это необходимость антитромботической терапии и необходимость глюкокортикостероидов при тяжелом течении фавипировир синтетический противовирусный препарат назначается в том числе и на дому пациентам с массой тела меньше 75 кг по 1600 мг два раза в сутки в первый день и дальше меньше с массой более 75 кг по 1800 мг два раза в сутки таблетки 200 мг то есть 9 таблеток два раза в сутки в первый день противопоказанием являются почечная недостаточность беременность период грудного ускармливания и возраст до 18 лет второй препарат ремдисивир который был широко применялся и в начале вроде как в исследованиях показал высокую эффективность против коронавирусной инфекции Трамп по-моему его получил инъекцию ремдисивира когда заболел он приводит к обрыву цепей во время репликации вирусной РНК применяется только в стационарных условиях перед этим необходимо письменное согласие пациента и должен использоваться для лечения пациентов в тяжелом состоянии кардиотоксичный гидроксихолорохин который применялся в начале направо и налево эпидемии сейчас снят с повестки дня ВОЗ прекратила рекомендовала прекратить научное изыскание потому что считается что нет никаких доказательств о том что гидроксихолорохин сокращает смертность среди госпитализированных пациентов однако в рекомендациях Минздраву РФ гидроксихолорохин остался в низких дозах для лечения пациентов с легкой средней тяжелой формой в течение назначается в первые дни заболевания от интраназальных интерферонов до индукторов интерферонов и у мифеновира орбидола в том числе применение препаратов необходимо начинать в ранние сроки не позднее 7-8 дня от начала появления первых симптомов используется антиковидная плазма хотя эффективность этого применения сейчас оспорена во многих странах а вот патогенетическое лечение в терапии ковида пожалуй принесло свои плоды это единственное что помогает сейчас это глюкокортикостероиды ингибиторы интерлейкина 6 и низкомолекулярные гепарины которые показаны всем госпитализированным пациентам критерии назначения ингибиторов пожалуй мы опустим глюкокортикостероиды не рекомендовано использовать для лечения легкой и умеренной степени тяжести коронавирусной инфекции в том числе в амбулаторных условиях это дает больше осложнений чем пользы во всем мире дексаметазон используется и глюкокортикостероиды только у пациентов находящихся требующих кислородной поддержки у нас на амбулаторном этапе пациенты тоже зачастую сами себе назначают дексаметазон в странных и зачастую нелогичных дозах что приводит к повышению уровня сахара при присоединении вторичной инфекции и всем остальным развитию всех остальных побочных эффектов глюкокортикостероидов препаратами основными применяемыми на данный момент являются дексаметазон и метилпреднизолон дозы различны в зависимости от тяжести состояния пациента на дому антитромботическая терапия должна назначаться пациентам у которых есть высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений при этом у них низкий риск кровотечений и они не получали антикоагулянтного лечения по другим показаниям рассматриваются пероральные антикоагулянты для назначения но все-таки еще раз низкомолекулярные гепарины это препараты выбора для антитромботической терапии в стационаре антитромботические препараты показаны всем пациентам от момента поступления как минимум до выписки препарата выбора здесь нет доказанных преимуществ каких-либо препаратов одних над другими нет симптоматическое лечение включается оккупирование лихорадки муколитики бронхолитики и все остальное антибактериальная терапия назначается не при слове коронавирусная инфекция а только при убедительных признаках присоединения бактериальной инфекции доктора пожалуйста не усердствуйте в назначении антибактериальных препаратов это очень чревато развитием септических процессов в нашем будущем не только у этих пациентов которые получали по поводу коронавирусной инфекции а у всех мы вырастили огромное количество антибиотико-резистентной флоры оксигенотерапия кислородная поддержка в которой нуждаются больные может проводиться низкопоточной высокопоточной оксигенотерапия неинвазивная ИВЛ и уже инвазивная ИВЛ как окончательная показана промпозиция как у пациентов получающих кислород так и не получающих это улучшает циркуляцию воздуха в легких оптимально лежать на животе в течение 12-16 часов в сутки вот кстати эта промпозиция в реанимации приводит к этим артифициальным поражениям кожных покровов пролежней в том числе и на лице рассматриваются варианты терапии гелиокислородными газовыми смесями барокамеры используется в тяжелых случаях экстракорпоральная мембранная оксигенация когда у пациента падает температура у него стабильно нормальная сатурация без кислорода и у него два отрицательных результата ПЦР мы считаем его полностью выздоровевшим дети болеют редко легко без развития вирусной пневмонии как правило у них редкие летальные исходы для специфической профилактики на территории Российской Федерации в данный момент существует три препарата в восьмой месяц в августе 2020 года зарегистрирована первая комбинированная векторная вакцина гамковид вак или спутник В она получена биотехнологическим путем вируса там нет это рекомбинантный аденовирусный вектор 26 типа и 5 серотипа несущие на себе гены белков С белков вируса вы уже знаете что вакцинация двухкомпонентный первый компонент а через три недели второй компонент внутривышечную верхнюю треть наружной поверхности плеча вторая вакцина которая зарегистрирована в в октябре 2020 года это эпивак корона производитель говорит о том что она легче будет переноситься лицам имеющим в анамнезе аллергические реакции и всем тем пациентам которым противопоказан спутник это тоже пептидные антигены вируса не содержит цельных вирусных частиц вводится точно так же двукратно с интервалом 2-3 недели ну и не специфическая профилактика коронавирусной инфекции естественно включает в себя диагностику выявление изоляцию личную гигиену использование одноразовых масок пожалуйста не забывайте об этом несмотря на то что количество пациентов сейчас у нас уменьшается и идет спад расслабляться не стоит потому что как только мы перестаем носить маски к сожалению тоже идет сплез заболеваемости я не буду останавливаться на подробно на вариантах антикоагулянта для лечения коронавирусной инфекции у вирусов если хотите можете посмотреть и схемы амбулаторного лечения у пациентов с легким и средне тяжелым течением медикаментозная профилактика включает в себя назначение орбидола и интраназальные формы интерферона но эффективность этого процесса достаточно спорная не болейте пожалуйста на этом я с вами прощаюсь до свидания субтитры и субтитры субтитры и субтитры